Написал мне, значит, один очень интересный человек. Он накопил кучу вещей в метро, потому что играет он хорошо и, естественно, у него есть много редких вещей. Чтобы добро не пропадать, он решил всё это дело распродать, причём довольно недорого. Ну и если вам нужна броня, 6-я, стальный фронт или МК-шка, тоже стальный фронт, то вам именно туда. Ссылочку оставлю в описании. Также не забывайте то, что у меня каждое видео проходит один розыгрыш и в этот раз снова буду разыгрывать обычный 6-й фуловый сет с рюкзаком. Для участия, как обычно, вы оставляете свой лайк, подписывайтесь на канал, ну и также оставляйте в комментариях ссылочку на вашу соцсеть Инстаграм, Телеграм или ВКонтакте. И обязательно откройте подписки, и победителю я сам напишу этим же вечером. Здарова, народ! И сегодня с вами мы будем тестировать ещё одно великолепное оружие. Ну, судя по тому, что многие люди играют именно в классике, именно с ним. ДП-28. Конечно, я играю обычно на левике, ну и на ирангеле иногда. И, как вы знаете, на этих картах это оружие прям очень-очень ценится. Многие люди просто-напросто играют этим оружием, и только им иногда даже. В общем, сегодня мы решили протестировать, конечно же, это оружие, потому что очень многие люди просили нас это сделать. Просто всем складом погонять с ДП-шками. Конечно же, я понял то, что ДП-шка обычно не имеет отдачи, хотя сейчас здесь у нас на самом деле другое положение, это всё-таки метро. И на самом деле очень интересно всё-таки, будет ли ДП-шка нормально стрелять издалека, так же, как и в классике. Или просто МК-шники, которые экипировали себе фулл-обвес и стреляют так же, как и ДП-шка, только даже лучше перебьют нас. В общем, сейчас мы это и узнаем. Ну, я взял, естественно, зажигательный патрон, потому что к ДП-шке обычно катит 6х и 4х. Не знаю, кому как, пишите в комментариях, кому что нравится, какой прицел на ДП-шке. Ну, так вот, я взял зажигательный для того, чтобы, если что, сбивать прицелы просто издалека. Буду стрелять по ним и, как вы поняли, нарушать их покой. Так же, взял второе оружие, на всякий случай, с ночным прицелом. И буду, конечно же, с разрывками на ней играть уже где-то вблизи, или в упор, или на средней дистанции. Но на дальней естественно буду использовать то самое оружие 6х. О, это мой. Нам помогли. О, мой за деревом. Нам очень помогли, конечно. Нас чекают, если что нас чекают. Врага убили, который на спину бежал. За мостом посмотри. Хорошо. На самом деле, с ДП-шки как-то тяжело стрелять по сравнению с МК-шкой. По-моему, МК-шка лучше. Прям намного. А, метка, метка. Где-то вон там. Да, вон там задерём. Прям вообще тяжело, реально. Он с МК-шки намного лучше стреляет. Где-то около камня. Я прям метку на дерево дал. Он так сидит, кстати, за этим деревом, после что. Вроде как дал. Да, я за жалками стреляю. Только они почти кончились у меня, потому что разрывок не кто-то накидал, а зажигалки прям быстро садятся. Блин, это чьи-то. Я пили не вижу. Я пили не вижу. Я пили не вижу. Он что, ему дал, он боится. Он что, один там интересный, ну-ка. Не один, двойка минимум. Я кого-то нокнутый. Кто-то сколько-то ему просадил, прям очень жёсткая. Я на окно вроде. С одной пули. На ногу. И я пили. Оп-па, еще один ног улетел. За деревом как раз ногу. Куда ты пополз? Пой. Кто-то еще? Шестерка заканчивается. Это, кстати, да, это да. Добил своего. 55 рейтинга, офигеть. Так там двое, двое, по-моему. Ну или просто я показал, что на окно, а может он лег. Добил почти. Что-таки реально, можно что-то сделать с нее. А где еще один? Его же подняли вроде, если не ошибаюсь. Ну, он нокнутый. Я говорю, по-моему, его уже нокли мы. На центре. Смел, что-то упало, интересно. Не знаю, с моего ничего. Пой. Так, надо бы броню где-то отжать. Хотя, я ему, блин, если даже стрелял, то я всю броню выломал по-любому. Вы... Нет, мы оверват разобрали. Так, что-то выпало с Марек. Броня выпала, офигеть. Ай, блин. На боссе стоит. Там штабы. Так, понимаю. Броники вообще поломаны оба. Патроны. Ай, мне дали. Давай прячемся. Я на перехиле. Я на перехиле. Ай! Он вышел меня на перехиле. В каком перехиле он меня с подстволки нокнул? Добил. Брони не было. Он поднимает своего, давай. Прям за углом. Прям тут, встрей сразу. Это... Вообще-то логично. Я, кстати, броню в прошлый раз украл, короче. Шестую из пластина. У меня была без пластин. Теперь в нее не гоняю. Так, кто-нибудь... Кто-нибудь хоть? Кто-нибудь потерял? Ну, я потерял все, что было в рюкзаке. А там было прям очень-очень-очень много всего. Не, конечно, Тихон, прикольно. Типа тебя спасли. Просто в той катке очень жестко было. Ты видел, тебя со спины бежал черик? Бонж, с юмпом. Голый. Вот я смотрю, думаю, все, хана, у тебя одна хп-шка, думаю. Он все такой, типа, разворачивается, поворачивается на тебя. И тут его самкашки с моста снимают с первой пули. Они дальше, как ты понял? Хотя, возможно, кто-то ближе, поэтому надо осторожнее. Там что-то у вас пистолеты раскладывают. Да-да, бегут там. Они бегут, 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 бегут. Ты куда? Две уже было там. Ой. Нормально стреляют. Там хорошо нас поручили. Угу. На дерево бы. Перед одной. Перед одной за камнем. Еще будут, убьют. Что за камнем? Ног. Отпусти, отпусти. Тренока. Пуш. Мы этого закроем. Где он? С этой стороны сидит. Он крычит, сзади. Пушки, пушки. Хилится, хилится. Не хилится. Ну и здесь, в общем, я понимал то, что, возможно, я могу потерять свои две МКшки высшего, да и к тому же еще и умереть, потерять свой какой-то лут. Поэтому я решил, что возьму МКшки, в общем, и просто-напросто убью врагов. В общем, мы эту катку пока что не засчитываем и просто идем сразу же в следующую. Ну мы с МКшками так не закрываем, на идее, как ДП закрыли все. Ну мы сейчас с ДПшек закрыли, с МКшками закрыли, но, типа, ну, чуть-чуть, Читы. Давай смотри сейчас направо, потому что у нас сейчас могут, хотя нет, один, наверное, надо налево, потому что, ну, сами знаете, что происходит обычно. Ого, я в мясо тогда пошел. С ДПшкой, да? Да. С ДПшки в рот 4 МК. У меня гранаты есть. Ты не успеешь выстрелить? Даже одну пулю. Бегут-бегут-бегут. Он исчез у меня. Нет, он уже исчез. О, в водичку пробил. Нет, прям на берегу исчезли. В водичку пробил. Ну давайте звук берегов крутить. Кто-то по правому, кто-то по левому. Нет, он прям по центре вот этого острова стоял. Ну, сейчас он плывет, если что. И, возможно, не один, по-моему, двойка или нет. Вот вижу одного плывет, сейчас будет выплывать. Нет, двойку вижу. Один далеко. Нет, 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 он всплывает. Ау, нет. И вот тут еще. Тихон, что сейчас в упоре будет? Да. Флэшки. Тогда удобно. Ну да, Денис справится. Тихон, что было? Ну, фроник и патроны. Патроны гони. Потому что. Давай, на. Да я с одной пулей у нас убил, точнее. Не, ну, конечно, у него было, мне выпало с него 12 рейтинга, это как бы вообще, типа, ни о чем. Это уже по нам. Они уже по нам, кстати, захотели стрелять. Они по мне уже. А это бот, блин, там. Блин. Отлично. Да, 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 сейчас уберу. Фига, хэшки летят. Я там пулерову дал пару ног. Хардкор. Они все на меня смотрят. Настреляй по нам. Нет. Да. Все трое на меня. По нам по стволке граната летят. И кто-то подпрыгивает и пытается в прыжке нас убить. Ну, очень хорошо. Опа, хорошо. А со сверху у тебя. почти ног надо жить просто самого дальнего ног почти сверху сверху тут а у меня босс наукнул пришел а со все давайте поднимаемся быстрее и посты на там где обычно вот надежда есть по нам это стреляет фу блин на самом деле прикольно было я не знаю в двое и двоих вроде забрал один труп взять это мой нежу я убивал добивал я прям очень жестко его сверху я не знаю чей был я что-то не понял у меня два был точно я возможно мой на тип и много посадил я прям зажимал 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 голову точно дал там тело сколько-то рассказа вроде еще не допушка нормально в принципе типа если играть нечем то можно купить двадцать тысяч всего до патроны были они кто-то уезжает блин он направо ушел тележки направо уехал он отсюда уехал блин они у нас забагались походу они у нас забагались ты видел кого-то летающего что ли да да ну значит и забагались я ничего не видел начали не забагались хотя по все осторожно потому что блин их несколько по-любому значит никого не вижу типа не вроде как то стреляет на никого не видно их не видно уезжайте ехать поехали пол дави капец да ну так не честно на поехали флайку сразу обожаю баги папка товарищи по кайфу просто хорошо хоть уехали живыми значит у нас не напали они прямо в упоре были они нас видели но я не знаю что прям плотную стояли а он прямо щек ним зашел тупо прям в упор пробежал мимо их и дальше выбежал то есть он короче добежал до ящика прямо за этим ящиком стоять чем но почему-то не стал стрелять но прям по шагам слышал что прям упор я так вижу никого не вижу где пошли на фланг тоже не нажать да ну вот погнали быстрее там как раз на боссе он получается вкусу ну и хотя бы просто на нем улетим да сейчас дпшка всем проиграет с палец еще и сдохнет стратегии тактика тактика тактик среди нас ну а со все зажимаешь по-любому все убил всех один но но я говорю мощный вообще вот теперь будет отхватывать он метки нифига давай раненый убил все поднимайте я никого не убил я добил одного они вроде броня 0 было думаю чей упал так быстро прикольно дюб пофиксили кстати заметили да итак люди все-таки дпшка нормально в принципе оружие то вы играете четверка и шестерка или шестерка переключена тройку и вопроса тройкой в принципе это оружие довольно неплохое но опять же это оружие съедает довольно много патрон в относительно того что вы стреляете с мкшки вы будете тратить наверное в раза четыре получается патрон больше чем с мкшки в принципе можете играть синей мкшкой тоже бы почему бы нет но опять же dpшка она стоит практически ничего и в принципе использовать ее можно особенно на зажигалках вдаль на средней дистанции будет довольно неплохо но опять же в упоре скорее всего просто-напросто никого не представляете хотя и меня это довольно неплохо получалось не знаю почему но все-таки пули у него довольно собранные поэтому все-таки даже на близи иногда можно перестрелять какую-нибудь пушку. Хотя, сомневаюсь, что вы МК-шку все-таки перестреляете, потому что это нужно чисто на удачу. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, ну и, конечно же, писать комментарии. На этом все. Не болейте. Пока.